Здравствуйте, с вами я, Алексей Цибульский и новости ФМ. Немного страха, а затем почти целая минута удовольствия. Догадались, о чем я? Если нет, ответ на этот вопрос вам даст Руслан Емулдинов. Первый прыжок у вас. Да. Мне страшно. Мне очень страшно, но очень тяжело. Мы здесь были уже очень долго и уже просто весело. Подготовка к прыжку началась с утра. Для допуска необходимо было пройти медосмотр и инструктаж. После студентов ожидали тренировочные занятия. Ребята висели на стапелях, прыгали с макета самолета и знакомились с устройством парашюта. Продолжение следует... Подготовка к прыжку началась. Воих лет, ваше лет. Воскресенье. Да, вошли на нее. Воскресенье. Воскресенье. Для этого участвуем в археологической раскопке. Мы с моим приятелем Матвеем Вовой решили, что мы потратим свои деньги на прыжок с парашюта. Идея так зародилась стихийно и наши друзья подхватили ее и мы решили в октябре собраться и поехать осуществить свои мечты и прыгнуть с парашюта. Я чувствовал чувство свободы полета, чувство страха уже прошло и я уже готовился со спокойным ощущением приземлиться, старался держать ноги вместе, чтобы не отбить их. Когда мы спрыгнули с самолета и такое ощущение, что тебя как каплю воды взбивает воздух, как будто бьют тебя. И просто там виск, крик и тогда мне стало страшно, когда мы уже не пели. Сделали большое путешествие на встрече к нашей мечте. Все пошло идеально, много-много эмоций. Мы собираемся поехать весной повторить свой плодвиг. Единственное, для чего мы живем в этом мире, это для того, чтобы воплощать свои мечты. Руслан Малдинов, Алексей Дудин, Максим Чупин. Новости FM. А знаете ли вы, что в первый год компания Купикола продала всего 25 бутылок, но, несмотря на это, продолжила свое производство? А знаете ли вы, что самая большая шоколадка в мире теперь весит 6 тонн? А знаете ли вы, что зеленые яблоки помогают лучше, чем кофе, проснуться утром? Привет! Я снова в бойцовке и сегодня я вас познакомлю с командирами и комиссарами студенческих отрядов города Лиссасибирска. Командир – это человек, который может повести за собой людей, даже тот момент, когда очень большие препятствия, которые непреодолимы. Комиссар – это боец, отвечающий за идеологию движения ККСО, расплочения коллектива. Вот эта нашивка дается командиру, после того, как съездил на компсостав, отучился, это нашивка командира штаба города, в данном случае города Лиссасибирска. Нашивка комиссара – это вот эта вот нашивочка, в которой факел. Это отличительный знак комиссара. Две лычки символизируют сводного комиссара штаба. Я горжусь, что за то время, когда я пришел, я пришел в самое неблагополучное время, когда основной состав молнии ушел и всех активистов практически не было. Мы собрали команду уже за вот эти четыре года. Уже люди, которые потихоньку тянутся к нам, узнают, что такое ККСО. И те люди, которые были причастны, они транслируют эту информацию через всякие, рассказывают, показывают. Для меня очень важен спорт в основном, поэтому я потянул очень волейбол хорошо. Мы начали по волейболу выигрывать. И также, я думаю, что в будущем мы будем и в остальных мероприятиях занимать первые места. Сначала был один командир, он потом сменился, потом я съездил на школу комсостава. Ну, на протяжении, конечно, всего этого времени проводилась какая-то работа. Съездил на школу комсостава, обучился на командира, как бы так скажем. Потом был комиссаром штаба города Левссибирска. Ну и вот сейчас получил эту нашивку командира. В 2012 году я была на комсоставе. Приехали мы туда. Было очень куча впечатлений, много знакомств. Запомнилось больше всего это на сплощение коллектива, когда мы 5 часов примерно стояли и выстраивали все примерно 100 человек, выстраивали пятиконечную звезду с закрытыми глазами и не разговаривая вообще. Игра концлагерь запомнилась больше всего на школе комсостава. Это была интересная такая игра, потому что там, ну как скажем, нагрузка такая моральная была. На нас там кричали, ругались и все такое. И ну нужно было там определенное какое-то задание выполнить. И мы вот как начали, приступили к игре в 11 вечера, так в 4 часа утра только мы ее выиграли и пошли домой спать. И в 7 утра нас разбудили рупором в ухо. Также раскрывались организаторские качества на сплощение того же самого коллектива. Мы работали очень плодотворно и много чего узнала. В обязанности командира входит просто все. Следить за тем, чтобы ребята сходили на собрание, чтобы проводилась работа активная, естественно. Ну и просто поддерживать ребят. Не обязательно быть там, а все, я сказал, вы пришли. Нет, конечно, это студенческие отряды. Командир должен находиться на той же волне, на которой находятся все его. Ребята, бойцы. Пока я работал командиром, я думаю, что если бы я вообще в Кокосово не попал, то я бы был совсем другим человеком. Я бы не был сейчас тем, кто я. Я там, я там везде. Я в спорте, я там на мероприятиях. И это все на сегодня. В следующей программе я вам расскажу, какие бывают студенческие отряды. А пока не сидите на месте, вливайтесь в наше движение и помните, качество мы гарантируем. А у нас далее рубрика «Лица ЛПИ». Яковлева Елена Николаевна родилась 1 июля 1967 года в Приморском крае в городе Спаск-Дальний. Ее основные увлечения – чтение, театр и наука. В школе интересно учиться. Было много интересных ребят вокруг. И предметы мне нравились. И, наверное, когда все хорошо получается, все и нравится. Классный руководитель организовывал поход. И мы на велосипедах ездили за 30-40 километров на велосипедах с ночевкой, с палатками. Он на своем мотоцикле с коляской, и мы с ним на велосипедах. Ну, конечно, доехали, устали. Ну, вот палатки поставили, сели у костра, там, песни пели, там, картошку пекли. Потом в палатках рассказывали страшные истории, как девчонок всех пугали. И я поступала в Красноярский госуниверситет на математический факультет по специальности математика. Студенческая жизнь очень разнообразная и интересная. И я, когда поступила на первый курс, мне казалось, что нужно обязательно не упустить ни одной возможности во все секции записаться, во все кружки и куда только можно. Подразумеваю, конечно, что мне это все ужасно интересно, и все это я смогу. Может быть, даже и не думала, смогу ли или не смогу. Вот раз интересно, значит, надо. На скалолазание я пошла тоже буквально, наверное, с сентября месяца. Нам было просто интересно. Горы, вот эта природа. Когда там побываешь хоть раз, хочется вернуться еще раз, и еще раз залезть на какой-нибудь столб. Хотя порой и сложно, и страшно. Я всегда думаю, зачем я сюда лезу. Каждый раз думаю, все, последний раз, последний раз. Но потом все равно забывается, и опять хочется туда же. В университете была хорошая капелла, очень красивая музыка классическая. Мы с удовольствием ее исполняли. Ходили мы просто для удовольствия, чтобы попеть. Все то, о чем с тобой мечтали, сбудется. Суденчество вернуть не сможешь заново. Как первый вальс, оно не позабудется. После университета Илья Николаевна пришла в Лисосибирский педагогический институт по распределению. С тех пор она преподает алгебру. Сейчас Елена Николаевна занимает должность декана физико-математического факультета. У нее замечательная семья, любящий муж и двое детей. В нашем институте Елену Николаевну очень любят и ценят. Она хороший педагог, ответственный руководитель. И просто человек, который всегда придет на помощь. К сожалению, наш выпуск подходит к концу. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok